Сегодня мы поговорим об ароматах звонких, искрящихся и даже в чём-то алкогольных. Хотите, научу вас делать самые приятные, офигенные, лёгкие коктейли? Смотрите, берём безумно красивый, эстетичный бокальчик, любой, который вам нравится, который у вас вызывает ощущение, вот этот, ну что вы, что вы, именно такой берём. Для меня вот этот вполне сойдёт. Наливаем туда минеральной воды, абсолютно любой, и даже лучше, если без каких-либо вкусов и запахов. Вот это вот, в этот момент, как шипит приятно, да? В этот момент вы выполнили 80% работы. Всё, что вам остаётся, это добавить любой ликёр или сладкое вино. Сливовое хорошо идёт, обалденно идёт мускат. Спасибо маме, привезла мне. Мама тащит мне мускаты. Каждый приезд, герой. Потому что здесь днём с огнём вы не найдёте хорошее десертное вино. Есть места, там портвейные бывают неплохие, португальские разные, а вот хороший мускат, это то, что здесь продаётся, как мускатное десертное вино в США, это сахар с каким-то непонятным подмешанным спиртом. Ммм, прелесть, просто прелесть. Освежает, всё равно остаётся букет того ликёра или того вина, который сладкого, который в десертное вы подмешиваете. И при этом эти легкие пузырьки, которые даёт минеральная вода, прелесть. Так что, ребята, ничего, чёкаться не будем, но вы меня поняли. Потом скажите мне спасибо. Эти пузырьки. Начну я, наверное, с единственного такого действительно по-настоящему алкогольного аромата, который у меня в коллекции. А далее покажу вам покупки, которые имеют некую вот такую шипучую ноту, на мой взгляд, немножко такую не сладко-газировную, а просто вот, знаете, вот в минералке, когда вы её пьёте, есть некая такая вот острота. И вот такие вот ароматы я вам покажу. Но что касается уж по-настоящему алкогольного аромата, на самом деле, вот так по чистоку он у меня, я бы сказала, один. Так что вот уверенно ты прям чувствуешь там какие-то алкогольные ноты. Это Elizabeth and James Nirvana версии Bourbon. Здесь у нас бурбонская ваниль, какие-то такие табачные ноты, конечно же, древесные, но по сути дела это такая вот пьяная на цветах, вот это действительно пьяный на цветах бурбон. Он мягкий, он слегка шатающий из стороны в сторону, где-то он сильно уходит в цветочность, где-то не очень, где-то в какую-то та же табачность его уносят. То есть он такой, знаете, вот после танцев, вот набурбонишься, то есть как вот женщина какая-то, которая пошла танцевать, она выпила несколько коктейлей или прям прям прямых шатов бурбона, виски. На ней был до этого какой-то цветочный парфюм, который уже во всем этом смешалось. Потом кто-то там рядом с ней скурил сигару, даже не курил, а просто какой-то душистый табак, где-то рядом резали эти листья, я не знаю. Ну, листья табака не горче, нет, наверное, душистый табак, может быть, кальян кто-то курил. Потом она пошла, она танцевалась, всё это, всё смешалось, она возвращается садиться, и от неё вот это, от неё вот идёт это. Шикарный аромат Nirvana Bourbon, очень вам советую заценить. И ничего подобного я до сих пор не ощущала. На мой взгляд, очень уникальный аромат на рынке. Если кто-то знает ему собратьев или похожих, пожалуйста, напишите. Ну, а теперь к моим покупкам. Они будут не настолько алкогольные, как та, но они будут немножко шипучие, как вот минералочка, некая такая в них будет острота. И первая из них, это моя покупка, я решила купить всё это, куплено вслепую, по отзывам. Я только недавно, вот тут вам отчитаю, закончила I Love Love Moschino. Это хороший такой индустриальный, весёлый апельсин. Это моя вторая бутылочка, или даже третья, я уже её закончила за лето. И я решила попробовать чисто из любопытства версию Ship'n'Shake Moschino Light Clouds. Да, Light Clouds, лёгкие облака. Заявлено было там очень много интересного, вплоть до того, что это запах озона. То есть, вот этот вот специфический запах воздуха сразу после дождя. Что я вам хочу сказать. Не обманули. Действительно, заявка на озон, на вот это ощущение есть. Однако, как и предыдущий его собрат, если, например, здесь, если вы ищете настоящий, влажный, сочный апельсин, это не про этот аромат, потому что он более... Слово химозное неправильно, потому что оно какое-то имеет плохую коннотацию. А он именно такой индустриальный, он такой синтетический, весёлый, но синтетический. Всё-таки здесь апельсинчик, при этом, что я обожаю этот аромат, этот синтетический здесь, я не имею в виду в плохом смысле, просто в нём нет животности, водянистости или какой-то вот такой природных нот. Здесь то же самое. Всё-таки настоящий озон, он, мне кажется, был бы немножко более каким-то вот влажным, более каким-то вот въедливым. А здесь он такой индустриальный, чистый, какой-то вот, знаете, как вот металлостекло. Запаха металла я здесь не ощущаю, я имею в виду какую-то такую вот эстетическую ассоциацию. И он здесь немножко смягчён цветочками, какими-то неопределёнными. То есть они там, они просто создают такую приятную, ну, какой-то флёр такой создают вокруг этой ноты озона. Очень интересный аромат, он не притязательный, но интересный, его можно носить каждый день. Я не знаю, сколько долго он носится, я его пока только пробовала. Да, он мне понравился, я не могу сказать, что это самый, что это вот этот вот пинакл, да, парагон, что это самое лучшее произведение, которое воспроизводит запах после дождя, озон. Но это вполне себе амбициозная заявочка на эту тему. Следующий аромат. Честно говоря, я никогда не интересовалась этим брендом, это у нас бренд Boucheron, не буду вас томить, и аромат, который называется Jaipur, я, надеюсь, правильно произношу, Jaipur Bracelet. Я никогда не интересовалась этим брендом, для меня он как-то ничего особенного не значил, но он мне привлёк, конечно, интересный, красивый флакон, и самым решающим для меня, чтобы купить его вслепую, это были бесконечные сравнения с моей любимейшей и уже канувшей в лету Intimately от Victoria Beckham и Pure Poison от Dior, который я всё хочу, но никак не решаюсь купить. Я до него доросла, раньше он мне как-то казался немножко пыльным, а сейчас мне он очень-очень заходит. И тут, говорит, прям вот, вот если вы посмотрите на фрагрантики, куча отзывов, которые сравнивают все вот эти ароматы, они мне очень нравятся, я согласна, что Pure Poison и Intimately Beckham, они не одно и то же, но я их отношу всё-таки к одному плюс-минус какому-то семейству, да, к одной стране, что касается парфюмов. И тут было сказано, что вот-вот-вот оно, и, честно вам скажу, я поносила его уже пару раз, и я в искреннем изумлении, потому что я не знаю почему, я вот пытаюсь надеяться, что же, что же в нём такого, что хотя бы отдалённо или где-то можно сравнить с Intimately Beckham или, и же с ними, Pure Poison. Мне, для меня, честно вам скажу, это совершенная загадка. Достался он мне не очень дорого, поэтому я на него решилась, очень красивый флакон, и такие сравнения, столько, как бы столько людей отметили, что это сёстры, братья, кузены, что, думаю, не, ну что-то должно быть такое. Ну, знаете, ну, может быть, в базе что-то такое там присутствует, но сам по себе он немножко одеколонистый, он не в плане душистости, а остроты какой-то одеколонной. В нём вот есть какая-то такая, не самая очаровательная, на мой взгляд, острота. Да, носить его можно вполне, но он мне пока ничем не показался примечательным, этот J.Pure Bracelet. И уж почему его сравнивают с Pure Poison или Intimately Beckham, для меня пока что большая-большая загадка. Если вы, ребята, лучше знакомы с этим парфюмом, или лучше понимаете, как какие-то составляющие в парфюмерной композиции могут влиять на друг друга, чтобы создавать такой эффект, этим не знать, но в данный момент я не могу сказать, что я разочарована, я его могу носить, он какой-то такой островатый, цветочный парфюм, но он мне ничем не примечательный, я не могу ни за что в нём зацепиться, если честно, ну, разве что красивый флакон, за что, конечно, это приятно, это приятно, но пока, в общем, мы с ним не подружились так явно, я могу просто носиться, когда мне всё равно, да, что наносить. Ну и следующий парфюм, который я вам хотела показать. А, знаете что? Вернёмся на минутку к нашему драгоценному Moschino Cheap & Chic Light Clouds, потому что я очень хотела вам сказать по сравнению. Если вам кажется вот эта индустриальная синтетичность, такая чёткость, и даже где-то плоскость нот, которая присутствует в ароматах Moschino Cheap & Chic, как и в I Love Love, так и Light Clouds, то присмотритесь, ну, вам нравится вот эта идея озона, да, и такого лёгкого аромата, аля же всё тоже к семейству и к родственникам Light Blue от Dolce & Gabbana, присмотритесь к Nanet Lipor Shanghai Butterfly. Так он выглядит. У меня уже сто лет, просто я в последнее время немножко отошла от вот таких озонистых острых парфюмах, но я их очень любила, когда жила в Северной Каролине, потому что там была невыносимая жара и влажность. Если здесь присутствует всё-таки вот эта заявочка на озоновую ноту, ну, она, знаете, вот такая индустриальная, сделанная немножко из синтетики, то здесь очень похожее направление, но здесь он острее именно за счёт каких-то цветочных, на мой взгляд, нот. Ну, по крайней мере, он ощущается очень цветочным, но очень острым, как игла. Так вот, Shanghai Butterfly, на мой взгляд, это Nanet Lipor, это более глубокая, разносторонняя версия Light Clouds от Чипа Маскина. Они, опять же, не братья и близнецы, но если вы любите такое направление ароматов, то оба стоят внимания. И для меня вот такие ароматы, это вот как раз, знаете, вот холодная, почти замороженная такая минералка, когда вот вы с жаркого дня куда-то приземлились в тени, и вы даже не хотите уже ничего сладкого. И вот вам хочется просто какого-то вот чего освежиться. И вот как, вы не знаете. Когда берёте холодную-холодную минеральную воду, сильно газированную, и вы начинаете заглатывать, вот у меня вот эти ароматы, вот эти вот все, вот в них присутствует эта вот обжигающая какая-то острота, которая есть у газированных напитков, на мой взгляд. И последний аромат, который тоже имеет какую-то вот такую вот шипучую остроту, но он совсем другого плана. И это у нас мадам, это у нас мадам, которая, кстати, смотрите, как она открывается. Бам! Такая там мадам спряталась, полуголая, от Жан-Поль Готье. И я всё не решалась, не решалась, не решалась его купить, пока Наташа Золотарёва не сделала на него обзор. И она меня уговорила. Сама того не знает. Спасибо ей большое за то видео. Она, по-моему, делала обзор ароматов самыми необычными или красивыми бутылочками. На мой взгляд, совершенно гениальная идея. И вот один из этих ароматов она показала там. Аромат действительно очень интересный. Смотрите, здесь у нас с одной стороны... С какой стороны лучше будут видны от цвета? У него розовые, красные и чёрные грани, которые по-разному выглядят в зависимости от того, как на него падает свет. У него какая-то есть такая чека, которую нужно выдернуть, прежде чем им... Надо выдёргивать или нет? Даже не надо. Прежде чем им воспользоваться. Так, ну давайте мы сделаем тест. Нет? Чеку надо всё-таки вынимать. Отлично. Чеку вынули. Очень интересный парфюм. Он для меня чем-то похож на все парфюмы конца 90-х, начала 2000-х. И Маскино, и Сальвадор Дали, и Жан-Поль Готье иногда уходят в... Я не знаю, я не знаю, правильно я говорю или нет, какую-то... Это не мононота, потому что мононота, это, знаете, там фиалка, роза. Нет. Но они как будто не имеют пирамиды. Вот он как звучит в начале, вот он так же будет звучать в конце. Ну там, если совсем в конце, там, конечно, какие-то ноты теряются. То есть эти ароматы, которые имеют цельный, яркий характер, и он вот, он присутствует полностью, целиком. Он не размножается на какие-то ноты, он как-то не мигрирует. Вот вы как что получили в начале, то с вами и будет какое-то время. Вот этот аромат Мадам, который рекламировала очень обожаемая мною Агнес. Как её зовут? Вот, вы посмотрите рекламную кампанию Мадам. Очень такая дерзкая, современная девушка из города. Она классная, она классная, мне очень нравится её стилистика. Этот аромат попал в эту категорию, потому что у него присутствует вот какая-то такая же шипучая, но технологичная нота. По-моему, это какая-то ягодная нота, то ли это малина, то ли это вот, какая-то присутствует ягодность вот в этой карбонированной какой-то вот тонкой, какой-то пузырёк карбонированный, который всплывает, но в нём какая-то присутствует ягодность. Обещала себе, что не буду отвлекаться на фрагрантику, но here we are. Мадам парфюм, выпущен в 2010 году, верхние ноты розовый перец, апельсин, средние ноты пачули и роза, базовые ноты, мускус и кедр из Вирджинии. Может быть, это перец так с апельсином сочетается? Большинство говорят, что чувствует розовый перец. Я, вы знаете, половина этих парфюмов куплена, либо потому что они у меня вызывали, или, по крайней мере, фрагрантики были признаны собратами других моих любимых парфюров, либо я искала ноты имбиря и перца. Ну, некоторые ещё там оступления мыли, такие немножко странные. У меня присутствовала... Мне нравится сирень, мне нравится лаванда, мне нравится перец, мне нравится имбирь. И у меня сейчас я очень упакована, что касается сладких гурманских ароматов, поэтому я стараюсь смещаться к ароматам, у которых есть теплота, но отсутствует липкая сладость. Такая излишняя гурманика. По крайней мере, такие у меня были... Так я пыталась ограничить себя в покупках. Так вот, здесь у нас розовый перец. Я думаю, что есть, и, наверное, он даёт некую такую вот пороховинку, когда этот аромат влетает в нос. Может быть, поэтому он кажется таким немножко газированным. Тем не менее, мадам, наша мадамушка от Жан-Поли Котье является городским немножко индустриальным ароматом. Как я уже сказала, вот мне видится в них какая-то ровность букета, ровность покрытия. Вот как он прозвучал в начале, вот так он будет ощущаться. Ровно, интересно, чётко, но без каких-то вот этих вот вкапываний, понимаете, без каких-то вот этих вот брончеваний. Это может нравиться, это может не нравиться, но это определённая характеристика, о которой я хотела вам рассказать. Буду пользоваться с удовольствием. На мой взгляд, весьма, весьма стимулирующий аромат. Он даёт некое ощущение... Ну вот мне кажется, они хорошо сделали на него рекламную кампанию. Посмотрите, поинтересуйтесь. Мадам Аджан-Поль Котье. Вот я бы не сказала, что оно такое забойное. То есть это не панк в прямом смысле какого-нибудь там Vivienne Westwood или чего-то такого. Но ощущение всё-таки такое немножко вздорное какое-то. Такое ощущение, что типа, а пойду и сделаю. Ну такая у меня была подборочка моих покупок и некоторых парфюмов, которые я хотела сравнить с ними же. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если у вас есть шипучие парфюмы, парфюмы с ощущением... О, это очень интересно, парфюмы с нотой шампанского. Это, конечно, очень интересно. Я думаю, это будет особенно актуально для нас ближе к зимним месяцам. Тем не менее, очень хочется поинтересоваться, есть ли такие рекомендации. Парфюмы шипучие, немножко такие колки в носу. Если есть у вас такие любимки, если вы что-то из этого пробовали. Если у вас есть какие-то впечатления по поводу парфюмов, которые я вам уже показала сегодня, дайте мне, пожалуйста, знать. Я собираю всю эту информацию, я учусь, я просвещаюсь, я пытаюсь как-то впитать в себя сейчас всё, что связано с миром middle market и люксовой парфюмерии. Я так опускаю носочки и в нишу тоже немножко, но пока не настолько, насколько мне хочется сделать общее покрытие доступных, но интересных, шикарных, но недорогих таких... Вот, вы знаете, хочется найти такие вот скрытые алмазы в том, что касается доступной парфюмерии для всех. По крайней мере, такой у меня сейчас фокус, посмотрим, как оно пойдёт дальше. Всё, спасибо вам большое за внимание, желаю вам хорошего дня и увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok